Еще на ком держится земля русская? На Путине. Слушай, третий срок. Сегодня такие статьи, статьи, статьи. Все сегодня пошли просто золотые перья. Я должен сказать, кого я читаю. Тебе честно скажу. В Независке я читаю Михаила Виноградова. Почему? Вот объясните. Я тебе скажу, за редким исключением, за редким исключением, умных людей в экспертном сообществе не встретишь. Умных людей в экспертном сообществе трое всего. На самом деле, умных. Умных трое, а гений один. Вот в экспертном сообществе Российской Федерации умных трое, а гений один. Начнем с умных. Ремезов, Миша. Борис Межуев. И Михаил Виноградов. Три человека. А гений не клесся. Потому что его вообще никто не понимает. Потому что его вообще никто не понимает. Никогда. Все же говорит, что понятно, что он умнее тебя в разы. Что сказал, непонятно. Это вот это вот прекрасно. Понимаешь, само по себе. Все. Поэтому, когда я вижу Ремезова или Межуева, или, значит, Виноградова, я просто читаю все. И он рассказал интересные вещи. Виноградов очень комплиментарно отзывается о Путине. И об этом первом годе. Во-первых, он сумел навязать свою повестку дня. А сумел сломить тенденцию. Сумел выбить почву из-под оппозиции. И так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня только один вопрос. Кто больше старался выбить почву из-под оппозиции? Я-то считаю, что оппозиция больше старалась. Оппозиция? Оппозиция? Ну, то, как стараются это сделать со стороны, это выглядит неуклюже, а когда это происходит, само собой. Оппозиция? Потому что, извини меня, разве в Акапулько билет купил Путин? Билет в Акапулько купил Навальный. Сам себе. А ему нельзя в Акапулько? А ему не надо было в Акапулько. Когда он собрал сто, как минимум, тысяч на Сахарова, после этого сразу отправиться в Акапулько, надо быть кретином. Надо быть кретином или бесстыжим, или безответственным человеком. Вместо того, чтобы начать чёс по городам русским, там расшатывать режим, расшатывать режим, поднимать массы и так далее, он уехал в Акапулько. Надо быть либо кретином, либо бесстыжим, безответственным человеком. Ну что, билет в Акапулько купил Навальному Путин? Нет. 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 Навальный сам купил. Я тебя говорю. Это было бы очень элегантно. Слёзы, которые выступают из моих глаз, когда я думаю о немцове, акостьянами. Слёзы. Их невозможно вытереть. У меня ручьём бегут слёзы. Поэтому, когда Виноградов говорит, что Путину удалось сломить, Путину удалось выбить, выбить почву из-под оппозиции, я с удивлением, я с удивлением начинаю думать, что оппозиция сделала в этом больше, чем Путин. Оппозиция, оппозиция делает самые идиотские, кретинистические шаги. И по существу их не надо выбивать из-под них в почву, они сами из-под себя её выбивают. КС оппозиция, КС оппозиция, КС оппозиция. Всё до свидос. КС оппозиция Но говорят, что не совсем сам из-под себя выбил. Кто? КС? КС бессмысленное учреждение. КС бессмысленное учреждение. Единственный митинг с дня создания КС, единственный митинг, который собрал людей, это тот, в котором КС не участвовал. Это вот это вот против запрета на усыновление в начале января. Именно поскольку, нет, поскольку КС не участвовал в организации митинга, митинг удался. Всё, в чём участвовал КС, всё, в чём участвовал КС, превратилось в дерьмо. У них волшебное свойство. Они прикасаются к чему бы то ни было рукой, это превращается в дерьмо. Понимаешь? Царь Медас наоборот. Страна Лимония. Да. Царь Медас наоборот. Понимаешь? Вот всё ровно так. Итак, смотри. Значит, я почитаю вам из Виноградова чуть поняли, потому что он умный, реально умный. Послушайте, если три человека на всю страну умных, то одного из них мы должны почитать. Михаил Виноградов сегодня в Независке через минуту. Подъём с Сергеем Даренко на русской службе новостей. Ну, после сегодняшней передачи Даренко, похоже, выдадут премиальную поездку в Майами за усердие, говорит девяносто первый. Ну, наверное, очень островно. Очень островно. Вот Алекс с вами через сайт спорит. Ну, давайте посмотрим. Уехал и уехал. Это его дело. Выступают люди против воровства, а не за кого-то. У вас неправильное видение ситуации. Почва выжить невозможно. У меня неправильное. У меня неправильное, у вас правильное. Только обкакались, обкакалась оппозиция и всё. Вот всё. Больше ничего. Да? Всё. И всё. Нет ни одного лидера. Ни одного. Я вас поздравляю. Понятно? Собирали по сто тысяч. Ни одного лидера. Ноль. Приехали. Обкакались. Молодцы. Всё. А я поехал в Майами. Отлично. Так. Нет уж, братцы, я никуда не поеду. Ха-ха-ха. Надеетесь. Я, может, отъеду на пару дней, но только не в Майами. Это далековато. Так. Поехали. Михаил Виноградов сегодня в Независке. Потрясающе. Три этапа. На первом этапе Путин пытался шокировать оппонентом приговор, пусть и рает болотное дело закона об иностранных агентах. Это стало стресс-тестом. Не знаю. Не знаю. Читаю. Просто читаю. Второй этап. Акцент был для правил игры внутри элиты. Ограничение в отношении чиновников слухи о возвращении капиталов, громкие антикоррупционные дела и сенсационная отставка Анатолия Сердюкова. Восприятие коррупции как одной из системообразующих основ сегодняшнего государственного строя теперь рассматривается власти как нежелательное. Власть не хочет, чтобы коррупция оставалась осью и системообразующей основой. И власть начинает постепенно двигаться в этом направлении. Пехтин безусловно в этом смысле Пехтин безусловно как мы знаем очень хорошо через одного охотника на Пехтина живущего в Испании мы очень хорошо понимаем было сделано в интересах Путина. В интересах Путина и в интересах людей из Отечества вся Россия которые которые потихонечку вытесняют вот эти вот ставников олигархов и олигархата из Старой Гвардии. А самоочищение Единой России? Ну, видишь ли Единая Россия еще раз это очень важно вот для этого читай Межуева Бориса Межуева который написал следующее Борис Межуев написал следующее что Пехтин принадлежит к Старой Гвардии единство вот той которая быстро-быстро по лоскутам собиралась чтобы избрать Путина. Но после в единство влилась огромная очень сильная левый центр группировка левого центра Лужкова-Примакова Отечество-Вся Россия и вот Отечество-Вся Россия сегодня занимает ключевые места ключевые места они по взглядам в общем левый центр скорее чем правый центр и они потихонечку доедают людей из единства потихонечку всех кроме Шойгу а Шойгу не мешает понятно, да? Карелин никому не мешает понимаешь? ну то есть там не мешают вот а Отечество-Вся Россия потихонечку их выедает выедает глазки выцарапывает и причем тут Навальный объясните мне пожалуйста вы что это собираетесь Навальному приписывать? очень смешно очень смешно сразу прям смешно и долго потом смешно нет левый центр доедает правый центр потихонечку потому что это выгодно Путину потому что Путин сам скорее левый центр скорее левый центр во всяком случае вся его риторика вся его риторика, обращенная внутрь, скорее левый центр. Понимаешь? Дружба с Берлускони не в счет, а вся риторика внутрь, внутриполитическая, скорее левый центр. Что нет? Да. 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 Давайте определим, а что мы под левым центром определяем? Под левым центром мы определяем более левую политику, которая направлена на большую социальную ответственность, по сравнению к незащищенным, бюджетникам и так далее, и так далее. Учителя и врачи знаменитые, Зюгановские, вот это вот все. А центр? Предположим, что существует центр между этатистами крайними, вплоть до фашизма, и анархистами крайними. Существует некий центр. Анархисты крайне левые. Существует центр. Вот правый центр, правый центр, это скорее Кудрин, а левый центр, это скорее условно говоря, Лужков. Да, власть сегодня дрейфует в сторону левого центра. Да, власть сегодня дрейфует в сторону левого центра. Это очевидно. И это очень понятно. И Пехтин из единства был съеден людьми, как полагает Борис Межуев, с левого центра, из бывшего отечества вся Россия. Понятно? Поскольку это это крыло, бывшее Лужковское, Примаковское, сегодня по политике ближе к Путину, потому что Путин в риторике, обращенной внутрь страны, безусловно, политик левого центра. Все. Я повторил, просто для тебя, от этого у тебя сделались понимающие глаза. Сделались понимающие глаза. Это круто. Слушай, и наконец, и наконец, консерватизм Путина, который он принес, новый консерватизм Путина, который он принес, это тезис о консервативном большинстве, традиционалистских ценностях. Я продолжаю читать из Михаила Виноградова. Семья, патриотизм, спокойствие, ожидание защиты от государства. Российские власти начали тестировать собственную способность к созданию ожиданий по этим направлениям политики. Самой заметной стала апелляция к ценностям семьи и детства. Семья, детство, церковь, русская православная церковь как инструмент, как инструмент русская православная церковь. Важный инструмент как бы пестование консервативных ценностей. Понимаешь? Это разве не заметно? Это разве не новый? Путин 2.0. Это новый Путин? Да, да, да. Это новый Путин? Это уже не было. Это уже не было. Давайте это обсудим. Через минуту. Подъем. Первый год нового Путина. Путин 2.0. Новая модификация. Новая политика. Да или нет? Это старая политика. Что вы увидели за Гаталову? Здравствуйте. Слушаю вас. Должен подметить. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло? Да! Зачем-то он... Сердце бьется там, мне кажется. Сердце бьется. Должен можно следующий звонок. Ага, следующий звонок. Белое сердце. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Можно маленькую ремарку прямо в разговоре с вами? Несколько некорректно именно считать 4 марта, поскольку, насколько я помню, Путин после избрания вообще очень тихо ничего не делал до 7 мая с целью не дискредитировать Медведева. И он до 7 мая, в общем, ни с какими инициативами... Ну, короче, предвыборные были инициативы, но он как бы ничего не делал, давая доработать Медведеву. Ну, неважно. Все отмечают год. Давайте, поехали. Да, хорошо. Я, возможно, не прав, но я хочу отметить вот такие тенденции. Всегда говорили, что там завоевание Ельцина и так далее, ну, всех последних времен, это свобода слова. В то же время мы видим, с одной стороны, единодушие законодательной и исполнительной власти, причем вот такое вот, ну, очень большое единодушие, несмотря на немного другие... Даже я больше скажу, я бы больше сказал, полное отсутствие законодательной власти, как инициативной силы. Полное отсутствие. Ее нет. Ее нет. И второй момент. И больше того, когда они начинают инициативничать, от этого глаза квадратные становятся. Просто в ужас приходишь, да? Да. И второй момент как раз, я бы отметил наступление, все-таки, на мой взгляд, на свободу слова, потому что... Подождите, сейчас или в 2000 году? А? Сейчас или в 2000 году? Когда? Нет, сейчас, сейчас. Именно сейчас? Мне кажется, сейчас выразить свою гражданскую позицию, такой вот, ну, массовую, да, гораздо стало сложнее. Можно вопрос? Алло. Простите? Можно замечание, которое я хочу, чтобы вы оспорили? Мне кажется, я сейчас скажу тезис, а вы его оспорьте. Мне кажется, что наступление на свободу слова, если было, то в 2000 году. А когда ниш было мало, ниша была по существу одна, телевидение, да? И вот как бы ниша информационная была одна, телевидение. За время, за время наступления на свободу слова, общество выработало ниши. И вот, вы понимаете, есть новая газета, к примеру, да? Вот в 89 году у них там было 3 миллиона тираж. Вот у новой газеты ни хрена нет 3 миллионов тиража. Ну, его нет, 3 миллиона тиража нет. Они нафиг не нужны 3 миллионам человек, понимаете? То есть мы расползлись по нишам, и нет запроса общества. В 89 году был, а сейчас нет. Его нет запроса. А? Ну, у меня такое ощущение, что люди сказали, окей, давайте играть по вашим правилам, да? По закону и так далее. Мы будем законным образом ходить на митинги, мы будем все стараться ходить там, голосовать и так далее. Ну, активная часть общества. Да. Но у них ничего с этим не вышло. Как только пошло движение в эту сторону, им сразу наставили барьеров. Вот у меня какое ощущение. Барьеров, знаешь, для чего наставили? Для того, чтобы выявить... Там есть там 200 боевиков у разных отрядов, подразделений. Есть 200 боевиков у провластных, всяких болельщиков. Есть 200 боевиков у антивластных, понимаете? Мне кажется, что специальные барьеры, которые ставили, которые некоторые называют провокацией, были провокации на выявление боевиков. Выявление. К сожалению, наверное, их никто не выявил в результате. Потому что, судя по судам, по 6 мая, в общем, 200 боевиков не выявили. Нет. Ну, просто по факту, я не вижу, что сложился процесс, когда можно выработать какую-то альтернативную позицию и предложить ему тому же Путину. Ощущение гниения. Ощущение гниения, общество, сознание, общество отделилось от власти. Это есть. Вот. И этот процесс, он как бы сугубляется. И в этом смысле мне как-то вот, ну, странно, что мы движемся в сторону авторитаризма немножко, я так кажется. Мы стоим в состоянии авторитаризма, в ситуации общества, не желающего делать историю. Общество не хочет этого делать. Просто не хочет. Да, но с точки зрения перспективы будущего, мне кажется, это как бы немножко неправильно, скажем так. Ну, да, но нет. Да, но нет. Если элита хочет как бы лучшего будущего для России, возможно, ну, как-то... Ну, с другой стороны, власть, она тоже не поступится. И как вот выйти из этой ситуации, чтобы был все время и дискуссия, и конкуренция политическая, не знаю. Ну, да. Спасибо вам огромное. Слушай, Настя, по результатам разговора. Значит, я думаю, что наступление на свободу слова возможно, когда у всех есть один источник информации. Вот в 2000 году, в 2000 году, я считаю, что было наступление на свободу слова, которое тогда было свободой слова корпораций. Но поскольку корпораций было несколько, то наступление на свободу слова корпораций означало для серьезных слоев общества, больших слоев общества, наступление на их свободу слова. Понимаешь? Потому что между мнениями корпораций тогда были олигархические средства массовой информации. Понимаешь? Мне рассказывают, как там на одной из станций Гусинский проводил летучки. Сам приезжал. Ну, не каждый день, но там раз в неделю, раз в 10 дней. Понимаешь? То есть, условно говоря, это были олигархические свободы. Но в силу наличия множества олигархических групп, эти свободы казались большими, чем потом, когда их задушили. Пока сейчас. Теперь, смотри, потом все разошлись по нишам. Есть у каждого своя секта. Есть секта, есть секта там, сказать, там, новой газеты. Это отдельная секта. Есть полусекта таких, немножко, немножко привлодненных, придемокраченных, например. Но с серьезным интеллектуальным потенциалом. Например, газета Ру. Газета Ру. Серьезный интеллектуальный потенциал. Серьезный. Но придемокраченные такие, как бы, да? Ну, да, да. Ну, понимаешь, но не оторвавшиеся совсем, там, слетевшие с винтиков, а пишущие серьезный текст. Например, я зачитываю с тем, что пишет газета Ру от редакции. Мне сказали, что там женщина, автор какой-то потрясающий тогда. Но хотел бы с ней познакомиться. Ну вот, понимаешь, да? Да. Ну, как бы, все расползлись по нишам, мама. И все там сидят спокойно. Нет ощущения придавленности свободы прессы. Нет. У тебя есть, вот ты, 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 ты испытываешь ощущение, что ты не получаешь информации. Нет. Нет. Наверное, нет такого ощущения. Я получаю тоже информацию. Получаю всю информацию, которую хочу из интернета. Что за проблема? Такой проблемы нет. Вот.